Псалтырь 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 И славьте память святыни его. Хотелось так же прочесть, это будут оси, говорится такие слова. Осия, 14-я глава, 10-й стих. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это. Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Вот тут говорится, чтобы кто мудр, чтобы разуметь это, ибо правы пути Господни. Весь путь, который определил Господь для нас, Он есть правый, и пусть поможет нам Господь, чтобы нам следовать этим путем. Также хотелось прочесть Осии с 10 главы 12 стих. «Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет дождем, пролил на вас правду». Вот как мы сегодня тоже прослушали этот псалом, что что посеем, то мы и пожнем. Тут говорится, «Сейте себе в правду и пожнете милость». Иезекииле мне хотелось тоже напомнить место. Это будет у нас 18 глава с 31 стиха. «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать дом Израилев? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь. Но обратитесь и живите». Вот мы видим здесь такой призыв, через этого порока говорится, «Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешаете». Пророк Сафония говорит нам такие слова, это будет у нас Сафония со 2 главы, с 1 стиха. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный, доколе не пришло определение, день пролетит, как Мекин, доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней». Мы видим, что идет призыв, чтобы нам исследовать себя внимательно. В этот же порок хотелось прочесть Сафонии, с 3 главы, с 1 стиха. «Горе городу нечестивому и оскверненному, притеснителю, не слушают голоса, не принимают наставления на Господа, не уповают. К Богу своему не приближаются, князья его посредине его рыкающие львы, судьи его вечерние волки, не оставляющие до утра ни одного кости. Пророки его люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. «Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой, неизмена, но беззаконник не знает стыда». Мне хотелось обратиться на эти слова, что говорится, «Господь праведен посреди него, не делает неправды, каждое утро являет суд свой, неизмена». То есть, если человек не покается, и Господь уже вынесет свой суд, это уже будет неизмена. Хотелось прочесть также, где апостол Павел говорит нам такие слова. Это будет послание к римлянам с 3 главы, с 5 стиха. «Если же наша неправда открывается правдой Божией, то что скажем, не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Говорю по человеческому рассуждению, никак, ибо иначе как Богу судить мир». Мы видим, что если же наша неправда открывается правдой Божией, то есть говорится о том, что все Господь знает, и все Он может открыть, все в человеке. Хотелось также прочесть и с Ездра, где сегодня уже утром напоминались эти места. Это будет 7 Ездра, 62 стиха. «И отвечал я, сказал, о земля, что же ты породила? Если разум произошел из праха, как и остальная тварь, лучше было бы не появляться самому праху, чтобы из него не возник разум. А теперь разум возрастает вместе с нами, и из-за этого мы мучаемся, так как сознательно идем к гибели. Пусть рыдает род человеческий и радуются полевые звери, пусть рыдают все, кто родился и веселятся четверногие скоты, ибо им гораздо лучше, чем нам, так как они не ждут суда. Им неведомы ни мучения, ни блаженства, обещанное им после смерти. Что нам пользы в том, что мы будем снова жить, но будем жестоко мучиться. «Ведь все, кто родился, пропитаны беззаконием, полны грехов и отягчены преступлениями, и быть может лучше было бы, если нам бы и не нужно было идти на суд. И он отвечал мне и сказал, раньше, чем Всевышний сотворил век с Адамом, всеми происшедшими от него он приготовил суд и точно относится к суду». Вот мы видим, что прежде чем Адама, было определено нашим Господом, что должен быть суд, и пусть поможет нам Господь, чтобы нам действительно готовиться в этой жизни, потому что мы тут временные жители, мы тут для этого пришли, чтобы как бы определить, что мы посеем в своей жизни, что мы и пожнем. Хотелось прочесть также притчи. Это будет 28 глава, 26 стих. «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». То есть нам не нужно надеяться на себя, нам нужно пребывать в мудрости и надеяться на нашего Господа. «Хотелось также прочесть еще с Екклесиаста». Это у нас будет 12 глава, 13 стиха. «Выслушаем сущность всего, бойся Бога, заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Вот мы видим, какие оставленные слова. «Чтобы нам нужно бояться Господа, ибо всякое дело Бог приведет на суд». Хорошо ли оно или худо. Апостол Павел также оставляет нам, Ефесянам, такие слова. Это у нас будет 5 глава, 1 стих. «Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленное, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, в приношение и жертву Богу благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должно даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприлично вам, а напротив благодарение. Ибо знает, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть, идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Хотелось также прочесть, это пишется Галатом, также оставленном такие слова. Это будет 6 глава, 7 стиха. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а и наипаче своим поверьем». Вот мы видим, какие оставлены для нас слова, чтобы, как и, что мы посеем в своей жизни, то мы и будем пожинать. Апостол Павел оставляет нам такое слово, это будет 2 Тимофея, с 3 главы, 14 стих. «А ты пребывай в том, ой, извиняюсь, это Тимофея оставлены такие слова, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, знай, кем ты научен, при том же ты и с детства знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение, веру во Христа Иисуса. Все писание богудухновено и полезно, для научения, для обличения, для исправления, для наставления в вере, в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Еще хотелось прочесть с первого послания Петра, 2 глава, с 1 стиха. «Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Неко возрасти вам во спасение, ибо вы впустили, что благ Господь. Приступая к нему камни живому, человеками отверженному, но Богу избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу, Иисусом Христом». Вот мы видим такие оставленные для нас слова, для общего нашего назидания. И мне хотелось еще перед молитвой прочесть псалом, с которого также я начинал. Это будет у нас 96-й псалом. Прочесть его и будем молиться нашему Господу. Господь царствует, да радуется земля, да веселится многочисленные острова, облако и мрак окрест его, правда и суд основания престола его, пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его, молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет, горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его, да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолам. Поклонитесь пред ним все боги, слышит все он и радуется. Веселье отщери иудины, ради судов твоих Господи, ибо ты Господи высок над всей землей, превознесен над всеми богами. Любящий Господа, надеется, любящий Господа, ненавидьте зло, он хранит душу святых своих, из руки нечестивых избавляет их, свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселья. Радуйтесь, праведное Господи, славьте память святые его. Аминь. Будем молиться нашему Господу. Субтитры создавал DimaTorzok